Всем привет! Это новости телепроекта Дом-2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Позавчера на поляну пришли две новенькие участницы к Ивану Барзикову. Ребята хотели сделать рокировку на Сашу Платонову, но в этом не было необходимости, потому что одна из девушек не захотела остаться на проекте. Осталась девушка Алена, которая в этот же вечер уже целовалась с Денисом Барановым. Лизе Кордобовской очень скучно на острове. От безделья девушка начала общаться с Олегом Бурхановым и теперь ее считают падшей женщиной. На данный момент Бурханов расстался с Юлей Тепловой и собирается еще раз попробовать с Алисой Огородовой. Глеб Жемчугов уже на острове. Лиза Полагалова сообщила, встретились с Глебом наконец-то. Он уже второй день здесь. И ругаемся, бегаем, и смеемся, говорим на серьезные темы. В общем, узнаем друг друга. Я рада, что он теперь тоже на Сейшелах. Кстати, до отлета Жемчугов все-таки добрался до нотариуса и оформил на Ольгу ветер доверенность. Теперь она самостоятельно займется разводом, пока Глеб будет строить новые отношения на Сейшелах. Полагалова признается, что она не намерена торопиться. Сначала должна почувствовать уверенность в том, что с Глебом все серьезно. И только потом даст допуск к телу. Предупредительный ведущий Влад Кадони напомнил Лизе, что Жемчугов пока еще женат. А вот Катя Кауфмана открыла маленький секрет. За зарождением отношений Лизы и Глеба я наблюдала с самых первых минут, когда об этом еще никто не знал. Без камеры у них были и объятия поцелуям. Также на Сейшелы приземлился и Елисей, новый жених второго сезона «Остров любви». Первый же день парень успел близко познакомиться с Никой, прям у перил вилы. Иван Барзиков начал подумывать о том, чтобы снова улететь на Сейшелы. Кстати, на лобном поднялась тема Иры и Вани, о том, как он ее пытается выставить девушкой легкого поведения. А оказалось, что он сам переписывался с бывшей участницей проекта, пока Ира была у себя дома. На проекте скоро стартует конкурс «Свадьба на миллион». Шесть пар улетят на Сейшелы. Потом три пары, которые выйдут в финал, вернутся на поляну и продолжат борьбу за финал. Марина Африкантова и Андрей Чуев также скоро полетят на остров. На пересменку между вторым и третьим сезоном будут новогодние праздники, и они там будут эфирить. Марина Африкантова решила продать свою первую работу – картину под названием «Пионы в саду». Девушка сообщила это так. Андрей не верит, что у меня есть талант. Андрей очень плохо поступает, забирает все мое вдохновение своим негативом. Пожалуйста, поддержите меня, купите у меня картину. Мою первую работу, нарисованную маслянистыми красками, за небольшую стоимость всего 55 тысяч рублей. И докажем ему, что у меня есть талант. Да, такого мало кто ожидал от Африкантовой. Костя Иванов вылетел в гости к Саше Гозиас в Балтийск. После разговора с Ладом Кадони Элен Каминская поняла, что они с новеньким Андреем очень подходят друг другу. Вчера они уже объявили себя парой, но речь о заселении пока не идет. Начальник изолятора главной телестройки страны не платит алименты. Несмотря на громкие высказывания Ябарова о ценности семьи и обещания всегда быть рядом с родным ребенком, помощи от него экс-упруга и наследница не получают. Как выяснилось, на данный момент он должен бывшей семье 260 тысяч рублей. Марина Мексика рассказала, что Александр Задойнов уехал в Ярославль, стал морозиться от нее и общение практически сошло на нет. Ольга Бузова кардинально изменила свой цвет волос. Телеведущая стала эффектной брюнеткой. На поляне все были шокированы, когда увидели Бузову в новом имидже. Под фото девушка написала «Новая я, новая жизнь и я ее люблю». На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.